Отличное настроение, обмен впечатлениями, на экранах подборка видео с самыми яркими моментами турнира. По общему мнению, спортсменов, гостей, болельщиков, изюминкой нынешнего соревнования стала красочная церемония открытия. В коротком динамичном отрезке успешно совместились разные творческие жанры. На ковре блистали юные артисты и воспитанники спортивных школ нашего города. Мы пользовались обычными средствами, то есть это непосредственное участие детей, детей творческих детей, которые занимаются в творческих коллективах, которые занимаются гимнастикой. Это те виды творческого развития ребенка, красивое, эстетическое. И, конечно, это все в совокупе с таким мужественным видом спорта, как самбо, очень красиво сочеталось. Зрелищные поединки на ковре. Спортсмены из разных регионов стремились показать свою лучшую технику. Самбисты Свердловской и Курганской областей отлично атаковали в стойке и еще лучше в партере. Красноярцы делали стремительные переводы и болевые приемы на ноги. А мячи и новосибирцы показали хороший баланс между действиями в стойке и в партере. По мнению Александра Пушницы, высокий уровень поединков подчеркнул и ценность пройденного пути, и значимость соревнования. Если на первом турнире были такие вопросы, мол, а кому турнир, кроме Пушницы, может быть, Сутягин, Михаил Александрович, который нам помогал. Получается, какие вопросы не задаются, конечно, потому что все прекрасно видят, что турнир нужен городу, турнир нужен области. На этом турнире у нас было 17 заслуженных мостов спорта приезжало, заслуженных мостов спорта СССР, мои друзья. Четвертый раз олимпийский чемпион Тихонов Александр Иванович присутствовал, также был специально приехал сюда. И все, вот отзыв очень хороший, все говорят, что на самом деле это один из лучших турниров. Его даже сравнивают, что это, как вы провели турнир, чемпионаты мира так не проводятся. Это тоже дорогого стоит. Единство в поддержке соревнования. Важный вклад в успех турнира внесло правительство нашего региона, мэрия Омска. Свою лепту уложили все, кто принял участие в подготовке и проведении соревнований. Поток почетных грамот, наград от мэрии Омска казался нескончаемым. Благодарственным письмом было отмечено руководствователя радиокомпании «Антенна-7». Общее число дипломов перевалило за сотню. Говоря о нынешнем турнире, нужно подчеркнуть, что он был особенным. Во-первых, он был 20-й по счету. Во-вторых, он проходил в год самбо в Российской Федерации. В-третьих, по срокам он совпал с 70-летним со дня рождения Александра Михайловича. Наверное, еще и поэтому и администрация города, и правительство Омской области, и наше бизнес-сообщество в едином порыве провело это мероприятие на высочайшем уровне. Новые яркие поединки на ковре состоятся в эти выходные. В спортивной школе имени Героя России Олега Охременко пройдет соревнование, посвященное Всероссийскому дню самбо. Будет разыграно 77 комплектов медалей. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, Антенна 7.